Приветствую, граждане! Это отделочная, меня зовут Евгений, и мы сегодня в ЖК Headliner в самом центре Москвы, нашей столицы. Мы рассмотрим всякие фишки и решения в квартире, где мы делали отделку почти два года назад. А еще все это время в квартире рос ребенок двух лет, катаясь по дому на личном автомобиле и уделывая стену и пол. Посмотрим, что там осталось. И как театр начинается с вешалки, обзор начинается с входной двери. Дело в том, что в процессе ремонта выбранный заказчиком поставщик двери решил обанкротиться. Ну и клиент психанул и купил вот этого монстра, который стоит раз в 10 дороже любой обычной двери. Зато при строительстве нам было очень удобно. Мы запрограммировали свои пальчики и пользовались ими вместо ключей. То есть такой пальцеключ не потеряешь. Все еще достоин. Заметьте, дверь не надо открывать, она сама откроется. Квартира двухкомнатная, 74 метра. После перепланировки у нас есть большая кухня-гостиная, дополнительно увеличенная за счет визуального соединения с частью прихожей. Спальня с гардеробной и своим совмещенным санузлом. И еще один совмещенный санузел и детская. Давайте в таком порядке начнем разбор. За дверью у нас удивительно, но прихожая. Пол отделан широкоформатным керамогранитом, всего три плитки во всю ширину. Стены во всей квартире под окраску. И здесь вот такое зеркало в потолок. Предлагали заказчику сделать полочку для телефона, зашел бросил, но отказался. В принципе, как ключница она не нужна, потому что здесь замок биометрически все ходят с пальчиками. Шкаф в прихожей встроенный, заказной, внутри установлены электрощитки. В его правой половине ничего, в принципе, интересного нет. А вот про левую расскажу чуть позже. Керамогранит прихожей заканчивается и начинается напольное покрытие. Это замковая инженерная доска, ну или просто можно назвать это паркет. Хотя производитель настаивает, что это именно инженерка. Не в первый раз мы ее используем. И, кстати, у заказчика такая же доска лежала уже в прошлой квартире. Ему безумно она нравится, поэтому она качует вслед за ним со всеми его изменениями в недвижимости. Помните, как я показывал такие себе стыки в квартирах популярных ютуб-дизайнеров? Вот так, я считаю, должен выглядеть стык деревянного пола и плитки. Минимализм и практичность. Практичность достигается тем, что тонкий силиконовый шов не выполнен в одной плоскости с поверхностями, а имеет углубление. И за два года его никто не повредил ни обувью, ни пылесосами со швабрами. Он реально как новый. Удивительно, как эта доска за два года красиво начала стариться. Ребенок на своих велоштуках и машинках оставил по всей ее поверхности небольшие царапинки. Ноги жильцов отполировали ее немного сильнее в некоторых местах, и дом просто начал оживать. Я прекрасно помню ощущения от свежеуложенной новенькой доски. Это просто картинка. А теперь это не картинка, а жизнь, индивидуальный отпечаток людей и этого дома. Если это осознать и принять, то старение вашего настоящего натурального пола будет вас только все больше и больше радовать. Есть такое японское искусство кинцуги, когда вы реставрируете разбитую керамику. Но в целом философия кинцуги заключается в том, что вещь не заслуживает забвения сломанной. Ее просто надо отреставрировать, отремонтировать и дальше пользоваться. Потому что все эти, например, на Китае сломан был гриф, ребенка уронил. Но он отремонтирован, и инструмент продолжает радовать своего хозяина. Прекрасно звучит. Зачем его выкидывали? Кухня-гостиная визуально связана с прихожей. Из-за этого она кажется очень большой, хотя ее площадь всего 19 метров. Мы сделали единый стык и плитки в прихожей, и на кухне. Вот она, эта линия идет из прихожей в гостиную, в комнату с кухней. И здесь снова стык очень длинный, доски и керамогранита. Чтобы его выполнить, мы метр доски приклеили прямо к полу. А остальная часть расставлена в виде плавающего пола. Ну, спустя почти два года, видите, все работает, стык не нарушен, плоскость идеальная. Можно делать. Кстати, если вы планируете стандартную кухню шириной 3 метра, и под это дело выбираете керамогранит 1500 мм на 750, например, то не поленитесь вживую померить плитки, так как правило они немного меньше, и у вас не получится перекрыть 3 метра пола. Получится 299 сантиметров. И если у вас скрытый плинтус так же, как здесь у нас, то эти 5 мм с каждой стороны вы уже ничем не перекроете. Пару слов про кухню. Здесь фартук выполнен как скинали, это прозрачное стекло, но я бы рекомендовал рассмотреть и матовое, если у вас здесь не декоративная штукатурка, а вот так же просто стены под окраску. Столешинка здесь светлая, а раковина, встроенная по столешницу, черная. Это очень практичное решение, потому что, ну, черная раковина, поверьте мне, практичнее, чем белая. И получается, в принципе, визуальная логика не нарушена. У вас функциональные зоны, как раковина, смеситель, варочник, бош, и духовка, они черненькие, и это оправданно. Чтобы не разбивать левый шкафчик на маленькие ящички для приборов, можно сделать выдвигающимся весь фасад, но тут есть нюанс. По поводу шкафчиков, я хочу вас предостеречь от одного решения. Когда вы тянете за весь фасад, открываете все ящики, чтобы добраться до нижнего, вам нужно их нажимать, закрывать. Казалось бы, здесь вот не хватает места под вилки ложки, потому что здесь посудомойка, здесь там измельчитель, ведро для мусора, все что угодно, и остается вроде бы вот один шкафчик слева. Но мы здесь сделали вилки ложки над духовкой, не самое обычное решение, потому что если вы каждый день будете таскать вот этот фасад со всеми ящиками тяжелыми, чтобы сразу получать доступ к верхнему ящику, ну, у вас это утомит, поверьте, даже мне его тяжело открыть. Лучше, если уж вы не хотите делать вот так, сделать такое решение, когда вы открываете фасад с нижним ящиком и потом вытаскиваете этот. Я пользовался и тем, и тем вариантом, однозначно рекомендую вот так. Обычно при проектировании кухни вам по умолчанию, если холодильник стоит рядом со стеной, либо сделают здесь зазор, либо вставочку там 3-5 сантиметров. Хотя, в принципе, далеко не каждая модель имеет такую проблему, что ей не открыться. Например, вот этот холодильник прекрасно открывается, даже с внешним вот этим фасадом навесным, и у него все ящички, и все это выдвигается, на чем показать. О, видите, никаких вставок, никаких зазоров, сантиметр до стены. Если у вас вот этот угол плохо прилегает вот здесь, то просто добавляете сюда еще одну петлю и регулируете так, чтобы он был прижат. Здесь кондиционер спрятан в нишу. Пока здесь еще не сделана крышечка фасада в цвет кухни. Ну, когда-то, надеюсь, клиент ее закажет и установит. Кстати, с той стороны шкафа, в принципе, осталось и место даже. Руководствуясь логикой, что много места для хранения не бывает, внутри шкафа, с другой стороны, сделаны пусть не глубокие, но полочки. Обратили внимание, какая интересная галтель на потолке? Стык стены и потолка здесь не самый обычный. Галтель приклеена не к стене, а к потолку. Это визуально позволяет границу, опять же, чуть-чуть сместить вверх, и потолок кажется выше. Плюс галтель покрашена необычной краской. После высыхания она приобретает такую фактуру, текстуру гипса. И вот клиент наш рассказывал, что приходил сосед, у которого все галтели гипсовые, и говорит, «О, у тебя типа тоже гипс?» Нет. И заметьте, что дизайн галтели повторяется в наличнике и филенке двери. Это прикольно. На этом объекте мы впервые попробовали сделать акустический потолок, использовав под одним слоем гипсокартона специальный пирамидальный поролон. Так как там есть про что рассказать, я решил сделать отдельный ролик, чтобы не валить все в кучу, а подробнее на нем остановиться. Там же и расскажем все секреты звукоизоляции и от соседей, и между комнатами. Давайте, чтобы закончить гостиной, расскажу про два момента, которые мне здесь очень нравятся. Первый – это телевизор, который полностью прилегает к стене. У Samsung это серия Frame, у LG есть подобные решения, крепления, которые позволяют прислонить его вплотную. И в таком случае, когда вы ходите из прихожей в комнату или обратно идете, вы сбоку не видите вот эти потроха, крепления, все, что обычно вот прям боковым зрением раздражает. Интерьер становится очень такой чистый, минималистичный. Причем у этих телевизоров есть классная функция, у него есть датчик движения. Если в комнате кто-то есть, он показывает картины. Если вы ушли, он выключается. Прикольно. Здесь нет никаких проводов, все спрятано в стену. И вот тут есть одна тонкость. Смотрите, сам проводок от телевизора, он тоненький, прям миниатюрный. Но коннектор, который присоединен к этому проводку, он в диагональ занимает 30 мм. Учтите это, когда будете закладывать кабель-канал или трубу в стену, чтобы он потом у вас пролез. И обратите внимание, как здесь сделаны розетки. Они спрятаны в тумбу, прям вот под уровень нижней вот этой полочки. Мы стараемся никогда не высовывать уже розетки в гостиные, под телевизор или еще что-то. Думаю, это прошлый век. Последний в нашем списке, но не по значению, это вот этот диванчик. Он, помимо того, что нравится мне своим дизайном, он приземистый, не привлекает внимания. У него есть классная особенность. Его может разобрать, по сути, даже ребенок. Потому что делать это не самым обычным способом. Вот так. Ну, круто же. Вот такие решения мы очень любим. Друзья, во второй части обзора мы разберемся, почему заказчик собирается демонтировать бризеры, как скрытый плинтус пережил эти два года, рассмотрим спальню с гардеробом, а также подробно разберем два санузла с душевыми в один уровень с полом и практически без уклонов. Да, так тоже бывает. Все покажем. Удачно вам отделаться. Субтитры сделал DimaTorzok